Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости канала! Приветствую вас всех! Тема моего фильма сегодня посвящена розам, а именно оформлению сада розами. Посмотрим с вами, как это сделала я. Возможно, что-то вам понравится, что-то не понравится. Думаю, вы мне сами напишите об этом. Вначале немного вам расскажу о самом саде. Сад заложен в 2015 году. Изначально я его распланировала и стараюсь следовать своему плану, хотя иногда приходится вносить коррективы. И вот с 2015 года я тружусь и тружусь, но не все еще клумбы выглядят так, как я себе их представила. Он прямоугольной формы. В его середине находится дом. Клумбы расположила по периметру сада и по периметру дома. На клумбах по периметру сада большей частью находятся высокие растения, а по периметру дома только низкие. Благодаря этому весь сад как на ладони. Он отлично просматривается из окон дома. Можно сказать, что дом – это большая видовая точка, и можно любоваться садом, не выходя из него. Растет в саду больше 60 сортов роз. Представлены практически все ее виды. Плетистые, чайно-гибридные, кустовые, розы флорибунда. Чтобы они радовали нас своей красотой, прежде всего надо им создать комфортные условия проживания. Роза – это солнцелюбивое растение. И место посадки, конечно, нужно выбрать солнечное. Минимум одну треть дня она должна находиться под солнцем. Большинство роз в саду под полным солнцем целый день. И если стоит жаркая погода, конечно, они немного выгорают. Почва для роз, как и для других многих растений, должна быть плодородная, умеренно влажная, кислотность слабо кислая. Розари можно собрать в любой цветовой гамме. Жизнерадостный пестрый ковер из роз способен оживить и украсить любой уголок сада. Эффектно и стильно смотрятся розари в одном цвете. Можно выбрать тот цвет, который тебе больше нравится. Что угодно твоей душе. Белый, красный, розовый. Но розари можно собрать не только в одном цвете, но и в одном тоне. Перед вами розари в светлых тонах. Ряд английских роз нежных постельных оттенков. Собраны здесь розы таких цветов. Абрикосово-кремовая, желто-кремовая, сливочно-кремовая, жемчужно-розовая, пудровая или абрикосово-розовая и молочная. И все вместе это розари светлых тонов. Точно так же можно организовать розари с яркими оттенками. Это красные, ярко-розовые, ярко-абрикосовые. Как всегда, прекрасно выглядят сочетания светлых и ярких тонов. Классический пример красные и белые розы. Для красоты розария важен еще такой параметр, как одновременность цветения всех роз. И не всегда так получается, если сажаешь разные сорта. Поэтому, если каких-то сортов в вашем розарии будет больше, чем остальных, от этого розари только выиграет. Цветение роз завораживает. Когда миллионы бутонов распускаются, сад невозможно узнать. Создается впечатление, что он целиком состоит из одних роз. Такого эффекта абсолютно несложно добиться. И зависит он не столько от количества роз, а сколько от их размещения в саду и от вида роз. Да, вы не ослышались. Именно от вида роз. Если позволяет площадь вашего участка, то вместо того, чтобы посадить один большой розарий, организуйте несколько поменьше. Заранее составьте план сада. Определите места для розариев. И тогда в будущем не придется ломать голову, где посадить розы и что для этого пересадить. Кроме розариев, посадите розы и на другие многокомпонентные смешанные клумбы сада. Ощущение сада полного роз помогают создавать особенно плетистые розы. У них большие размеры кустов, соответственно, больше цветков. Кстати, плетистые розы можно формировать и как кустовые. В розариях плетистые розы можно высадить на задний план. А если розарий просматривается со всех сторон, эффектно украсить центр клумбы. Великолепно плетистые розы выглядят и на переднем плане, если это будет клумба с высокими растениями. На переднем плане входной клумбы с хвойными и кустарниками романтичная эльф. Для контрастов компаньоны к эльф выбрала кустовую розу Астрид Графин фон Хартенберг. Она темно-вишневого цвета и, что самое важное, цветут эти две розы одновременно. На переднем плане у эльф большая шаровидная туя в Удварде, поменьше хозыри. Плетистые розы своим присутствием могут украсить любую зону сада. Они одинаково красиво смотрятся как на горизонтальных опорах, так и вертикальных. Перед вами небольшая зона отдыха пергола с плетистыми розами. Плетистые розы высажены около опорных столбов с правой и с левой стороны. И также здесь же в этой зоне плетистые розы идут вдоль забора. Когда мы с вами сажаем плетистые розы около ограждений, то должен быть отступ не менее 50 сантиметров для посадки плетистых роз. Плетистые розы высажены с двух сторон перголы, а не с трех, чтобы воздух лучше циркулировал. Плетистые розы пока невысокие, но как только они дорастают и уже накатывают на крышу перголы, то они полностью закрывают и правую, и левую сторону. Плетистые розы взрослеют гораздо позже, чем чайно-гибридные розы и розы флорибунда. И сажая плетистые розы, надо набраться терпения, чтобы увидеть их красоту. На это уходит достаточно времени, минимум три года, а иногда и больше. Арку с розами можно поставить на входе в дом, над калиткой, над разбегающимися дорожками сада. Перед вами на арке пламенная фламентанс. В ногах справа высажена стелющаяся нежно-розовая герань кроваво-красная стариатум. Слева хоста и рамена и та же самая герань. Чайно-гибридные розы, розы флорибунда, шрабы. Это отличное наполнение для розариев. Они хорошо смотрятся как в средней части клумбы, так и на переднем плане. Для украшения переднего плана клумбы особенно подойдут почвопокровные розы. И эффект их будет еще более сильный, если перед клумбой находится газон. И, конечно, это не должны быть разные сорта роз, а только один. Перед вами почвопокровная роза си-фоум. Относится она к шрабам. Пышные соцветия гроздя почвопокровной розы как волна накатывают на изумрудный ковер газона. Цветущие розы в розариях несомненно красивы сами по себе. Но когда у них есть красивая оправа в виде газона, в виде растений компаньонов, от этого их красота становится еще великолепней. В компаньонных розах можно выбрать достаточно много растений. Но, по моему мнению, один из самых лучших компаньонов для роз это вечно зеленая лаванда. Ее можно посадить на передний план розария и у вас получится красивый лавандовый бордюр. Но можно высадить ее и среди кустов роз. Немножко разбавить. Перед вами на переднем плане ярко-красная роза почвопокровная ферри данс. Относится она к полиантовым. и между кустами ферри данс высажена лаванда. Соотношение здесь такое. 5 кустов ферри данс 2 куста лаванды. Взрослый куст лаванды в диаметре может достичь одного метра, а высоту может быть около 50 сантиметров и выше. Котовник также прекрасный компаньон для роз. Его можно высадить как на передний план, так и внутри розария. Из него можно сформировать бордюр перед высокими кустами роз. Котовник я бы сказала даже имеет небольшое преимущество перед лавандой. Цветет он практически непрерывно все лето. К тому же в отличие от лаванды очень быстро разрастается, набирает массу и даже в течение сезона его можно разделить несколько раз. Хорошо смотрятся с розами и дельфиниумы. Они подойдут как для середины розария, если у вас высокие кустовые розы, так и для заднего плана. Мне особенно нравится темно-синий дельфиниум кобальт дрим. Вообще я люблю сочетание именно синих цветов с розами. Но вот и белые дельфиниумы тоже очень красиво выглядят на клумбах. В принципе можно найти тот дельфиниум, который совпадет у вас по тонам с вашим розариям. Дельфиниум существует миллион цветов. Если поискать, можно найти любой цвет. Розы хорошо сочетаются как с лиственными растениями, так и хвойными. Мне больше нравятся композиции с хвойными растениями. Особенно чудесно розы смотрятся с шаровидными туями. Шаровидные туи можно разместить в середине, в центре розария. Из них же можно сформировать эффектный вечно-зеленый бордюр. Если вы включаете в состав вашего розария хвойные растения, то сразу нужно им оставить столько места, сколько требуется взрослому растению. И какое-то время надо быть готовым к тому, что вам будет казаться, что в вашем розарии очень много пустот. Но где-то через 3-4 года эти пустоты, конечно же, из розария уйдут. Есть еще одна группа растений, которые замечательно смотрятся с розами. Это хосты. Из хост небольшой высоты до 50 сантиметров можно сделать бордюры вокруг розария. Большие хосты с куполообразной кроной, у которых листья красиво каскадом ложатся друг на друга, можно включить в состав самих розариев, аналогично шаровидным туям. Конечно, есть еще много других растений и многолетних, и в том числе однолетних, с которыми розы прекрасно сочетаются. Но мой фильм подходит к завершению, и в заключении я хочу вам сказать, если вы хотите украсить сад розами, посадите сразу те виды и сорта роз, которые вам больше нравятся. Бытует мнение, что одни розы легче выращивать, а другие тяжелее. Но на те и другие розы вы будете тратить свое время и труд. Невозможно потренироваться на одних розах, а потом посадить другие. Ведь чтобы сад выглядел так, как ты представляешь его сегодня, уйдет несколько лет. Не лучше ли потратить это время и труд на то, что тебе больше нравится, что тебе больше по душе? дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Желаю вам красивых розариев, прекрасного сада, чтобы у вас все получилось лучше, чем у меня. Всегда рада вас видеть в моем саду. До свидания, до новых встреч! Субтитры